Давняя мечта польского лидера Юзефа Пилсудского о создании Междуморья под эгидой Варшавы теперь имеет шансы на осуществление. Если после окончания Первой мировой войны против подобного конфедеративного союза от Балтики до Адриатики и Черного моря высказались все великие державы, кроме Франции, то теперь его активно поддерживает США, а Германия пока что отмалчивается. Каких же целей добиваются американцы и почему Украина осталась за бортом? Напомним, что Междуморья могло стать наследницей многонациональных и многокультурных традиций Речи Посполитой, включив в себя, кроме самой Польши, Украину, Беларусь, Прибалтику, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Югославию и, возможно, даже Финляндию. Данный интеграционный проект позиционировался Пилсудским как противовес экспансионистской внешней политике Германии и одновременно России, однако он не смог состояться из-за массы внутренних противоречий и внешнего противодействия. В итоге все страны, что могли войти в буферное Междуморье, оказались в сфере влияния Третьего Рейха и СССР. В наши дни эта идея некоего надгосударственного объединения получила схожее название «Три морья» или «Инициатива трех морей» по названию все тех же Черного, Балтийского и Адриатического морей, между которыми находятся его потенциальные участники. На этот раз это уже 12 стран, из которых 11 являются бывшими социалистическими республиками. Помимо Австрии, это Болгария, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия. Современная Три морья наследует принципы проектов Восточного партнерства, Содружества демократического выбора и Карпатской Европы. Эксперты отмечают особую роль Польши в данной инициативе, а также заметную поддержку ее со стороны США. В 2017 году на встрече стран-участниц побывал лично президент Дональд Трамп, а в 2020 году Вашингтон пообещал выделить 1 миллиард долларов в качестве инвестиций. Так зачем же Белому дому понадобилось вдохнуть новую жизнь в этот давний интеграционный проект? Если посмотреть официальные формулировки, то все делается исключительно ради повышения уровня жизни восточноевропейских стран, которые сильно отстают от Западной Европы. В качестве примера приводят шокирующие цифры. От Берлина до Мадрида можно доехать за сутки, а от Таллина до Софии за четыре. Естественно, виноватым в этом оказался СССР, который активно развивал свою инфраструктуру в Европе по направлению с востока на запад для продажи ресурсов и быстрой переброски войск, а направление с юга на север ему было неинтересно. Правда, отметим, что Советского Союза нет уже 30 лет, а все потенциальные участники инициативы Трех морей являются членами Евросоюза. К слову, не все они почему-то входят в Шенгенскую зону. Мало кто из них состоит в Еврозоне. Давайте посмотрим, каким должно быть реальное наполнение Триморья. Во-первых, это транспортная инфраструктура. В приоритете строительство железной дороги Рейл-Белтика, которая имеет откровенно военное предназначение, железной дороги Гданск-Констанца, расширение возможностей автомобильной трассы Вая-Белтика между Прагой и Таллином, и все это в рамках так называемого Балтийско-Адриатического железнодорожного и автомобильного коридоров. Во-вторых, большая ставка делается на развитие газотранспортных проектов. В Хорватии будет построен СПГ-терминал на Адриатическом море, а Польша намерена соединить свой СПГ-терминал в Свиноусьце с газотранспортной системой ЦВЁ. Между странами Триморья будут построены интерконнекторы, а ставка на будущее энергоснабжение Центральной и Восточной Европы очевидно делается на поставки жиженного природного газа. Естественно, из США конечная цель данного интеграционного проекта состоит в создании единой газопроводной сети с севера на юг, связанной с СПГ-терминалами на побережье Балтийского и Средиземного морей. В-третьих, ранее обсуждалась идея строительства болто-черноморского нефтяного коллектора, который должен соединить существующие трубопроводы по линии от Одессы до Венспилса. Но препятствием стала позиция Белоруссии, на которую оказала давление Москва. Не потому ли в том числе так активно на Западе сейчас взялись за президента Лукашенко? Естественно, подобные геополитические инициативы не могли не вызвать беспокойства в Москве. Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими европейскими соседями, если их усилия не направлены на изоляцию России, создание своего рода некоего, как раньше был такой термин, санитарного кордона. И не напрасно. Давайте называть вещи своими именами. Поддерживая проект Триморья, Соединенные Штаты одним выстрелом убивают сразу трех зайцев. Первый — это мы. Россия рискует на самом деле получить по всей своей западной границе новое буферное государство, вернее, надгосударственное объединение, где первую скрипку объективно будет играть поддерживаемая Вашингтоном Польша. Варшава давно сделала ставку на американский жиженый природный газ и в результате получит возможность реэкспортировать его сразу в 11 стран Триморья. Спрос на продукцию «Газпрома» при этом будет неуклонно падать. Также не будем забывать про военное предназначение строящейся инфраструктуры, которая позволит НАТО оперативно перебрасывать войска и технику с запада на восток, и с севера на юг вдоль всей нашей границы. Второй зайчик, которого взял на прицел Вашингтон, это, конечно, Китай. Пекин вкладывает колоссальные средства в создание нового шелкового пути из Азии в Европу. При этом китайцы умудряются сепаратно договариваться с отдельными странами, навязывая им зачастую кабальные условия. Теперь подобной практике приходит конец, европейские страны начинают в одностороннем порядке выходить из совместных инициатив, давая понять, что договариваться придется с единым центром. Триморья в подобном раскладе – это самый настоящий санитарный кордон не только перед российским газом, но и перед китайскими инвестициями в инфраструктурные проекты в Европе. Последний, третий зайчик – это, разумеется, сама Европа, вернее, ее западная часть во главе с Германией и Францией. В Берлине и Париже и раньше с недовольством посматривали на всякие там вышеградские четверки, а теперь под эгидой США на востоке Евросоюза создается некое новое объединение, занимающее, к слову, три территории ЕС, имеющие обособленную газотранспортную сеть, которая объективно будет представлять собой противовес Брюсселю и странам-основателям. Вот такие маячат перед нами всеми перспективы. Единственное, что вызывает самые серьезные сомнения – возможности реализации подобного надгосударственного проекта – это скромность вкладываемых в него средств. Вашингтон готов инвестировать 1 миллиард долларов, а по некоторым подсчетам необходимы 500 миллиардов евро. Насколько далеко продвинется реализация Триморья? Посмотрим. К слову, интересно, что в него не была включена Украина, под предлогом того, что она не является членом ЕС. Довольно сомнительное оправдание. Судя по всему, на Западе никакого будущего, кроме дикого поля, у незалежной просто не видят. Субтитры создавал DimaTorzok